17 февраля 2022 года. Именно эта дата стала ключевой для проекта «Здравствуй, мама». Тогда автор инициативы и президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина презентовала его на площадке Общественной палаты России. Затем начались первые этапы реализации. Совсем не случайно пилотным регионом стала Мордовия. В республике уделяется огромное внимание теме материнства и детства, улучшению демографических показателей. Поэтому проект в Мордовии встретили очень тепло. Первые результаты работы спустя год обсудили на круглом столе. Пока что сделаны пусть и небольшие, но очень важные шаги. Отремонтировали два кабинета женской консультации, провели обучение. Отмечу, что за год через эти два кабинета уже прошло 13 тысяч женщин. Это очень много. В принципе, стали менять отношения, информационные буклеты провели. И вот 22-й год, к 21-му году. На 42% стало меньше делать абортов у нас в республике. Проект «Здравствуй, мама». Я прошу внимательно к нему отнестись. Надо понимать, что два кабинета – это капля в море. Вот по нашему плану нам надо сделать ремонт еще в 20 кабинетах. Еще одна первоочередная задача – организация работы специального штаба. Главная задумка проекта в совершенно новой философии заботы о материнстве, где беременной женщине начинают уделять должное внимание с самых первых дней особого положения. В концепции проекта прописан единый регламент общения врача с пациентками в основе доброта и максимальная поддержка. Кроме того, каждой будущей маме презентуют специальную папку. В ней небольшие подарки. Полезная информация для женщины, а еще пинеточки для малыша. «Вы знаете, это настолько здорово, это даже не столько вот что-то материальное, в чем нуждаются. Это как комплимент женщине подарок за то, что она решилась стать матерью. Врач выдает буклет со всеми видами помощи на региональном и федеральном уровне. И вот такое вот письмо от главы республики, справа можете его увидеть, получает каждая женщина. И на самом деле это тоже оказалось таким якорем проекта. Мы не думали, что такой эффект произойдет. Но действительно для каждой женщины важно, что глава республики обращает внимание на потребности, он поздравляет женщину». Проект поддержал патриарх Московский и все Аруси Кирилл. Также инициатива получила высокую оценку Татьяны Голиковой и партии «Единая Россия». Сейчас «Здравствуй, мама» начинают реализовывать еще в четырех регионах страны. В Магаданской, Тамбовской и Архангельской областях, а также в Республике Коми. В целом же идут обсуждения по внедрению проекта еще в 13 субъектах России. «Все смотрят на Мордовию. Знаю, что уже были звонки, спрашивали, как и что, и просили помочь. И даже знаю, что в апреле к нам собираются делегации для того, чтобы познакомиться, как проект реализован. Поэтому на нас ответственность большая». Реализация проекта в Мордовии, конечно же, продолжится. Улучшение демографической ситуации в регионе – общая задача для всех ведомств и отраслей. Это подчеркнул глава республики. «Если мы будем, как нация, уменьшаться, и семьи не будут расти, семьи будут распадаться, детей перестанут рожать. Мы, значит, вообще не тем занимаемся. Все вместе, кстати. Вообще не тем, значит, занимаемся. Не туда деньги мы вкладываем. Поэтому хотелось бы видеть конечный положительный результат. Под любую тему нужна экономическая основа. Давайте подумаем, как торгово-промышленная палата это будет организовывать. Средства это, кстати, небольшие достаточно. Тем более вкупе с государством мы это все будем делать». Со своей стороны бизнес-сообщество обещало поддержку. В частности, предприниматели готовы оказать помощь в ремонте кабинетов женских консультаций, а также в формировании подарков для будущих мам. Важность проекта для региона отметили и представители конфессий. Они также будут всячески помогать в его реализации. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости.